приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами давайте вспомним святую великомученицу ефимию всехвальную точнее это она на нас на небесах вспоминает потому что как говорил святой силуан афонский святые на небесах они будучи в любви божией будучи сами причастны любви господа они пребывают в эту любви созерцает мир сострадает на в наших нуждах наших скорбях и помнят о нас и молятся о нас и вот великомученица ефиме всехвально всехвально значит достойной всякой похвалы и сейчас мы поймем с чем это связано она прошла на самом деле через всю вот историю православной церкви и даже есть особый праздник который называется чудо ефиме всехвально когда она утвердила православие и мощью в константинопольской церкви кстати покоятся они в серебряные раки изготовлены русскими людьми и там так сказано написано даже на этой серебряные раки в дар константинопольской церкви от благочестивых русских жертвователей и конечно с ней было много связано всевозможных чудес в древнее время и благодатная помощь приходила от ее мощей там мироточивых в каком-то смысле даже кровоточивых благоухающих святых мощей и много помощи было и в наше время и вот мне хочется прежде всего вспомнить как святая великомучинец ефимия она явилась ну практически вот уже в наше время она явилась преподобному паисию святогорцу и святой паисию он об этом рассказывал своим ученикам да и он даже постарался ну не то что сам а вот он просил потом в монастыре в сурати где женский монастырь который его по причинам основан чтобы именно написали икону где изображается святая как она ему явилась а дело было так вот когда он ну на некоторое время покинул на небольшое время покинул гора фонж его волновали некоторые церковные вопросы он переживал о судьбах церкви и вот когда он вернулся на гора фон и он у себя в калиеве находится и в утренние часы он становится на молитву читает богослужебные часы которые приходились на это время и кстати сохранился даже день 27 февраля 1974 года и вдруг он во время молитвы слышит стук в дверь это очень было не такое не похожие на все остальные благодатные чудесные явления потому что оно было очень продолжительным и явлено таким ну как бы совсем натуральным образом то есть вот представьте себе вот он стоит молится старец паисий и вдруг стук в дверь и и женский голос произносит молитвами святых отец наших господи иисусе христе боже наш помилуй нас ну у монахов принято когда стучаться в дверь кельи то произносит молитва а представьте это афон и какой-то женский голос и он старец паисий он сам это рассказывал ученикам потом говорил я удивился откуда это вот на афоне женский голос и но я спросил кто там и мне отвечает ефимия думаю какая еще ефимия как вообще сюда женщина пробралась ведь и что же это может какая-то сумасшедшая которая вот как-то там переоделась про прочь что же мне теперь делать то второй раз стучит опять говорит кто там ефимия ну старец паисий не знает что делать продолжает молиться и в третий раз стучит повторяется это и после этого двери сама собой открывается он слышит что дверь открывается она была закрыта на запор и святой паисий говорит я тут же поспешил вот из келья там как бы коридор дальше и вижу как от двери уже идет действительно такая вот женщина которая я говорит по сиянию цвету понял что это все-таки благодатное явление а рядом был кто-то очень похожий как он говорит на евангелиста луку но он тут же куда-то исчез и я спрашиваю кто-то я мученица ефимия ну если ты действительно святая ефимия говорит старец паисий то тогда пойдем в храм поклонимся святой троицы то есть он решил ее испытать впоследствии преподобный паисий он тоже вспоминал что он слишком так вот тщательно дотошно ее испытывал но на самом деле в этом верность такой святоотеческая традиция что не стоит сразу сходу доверять тем каким-то вот явлением духовным да а лучше проявить особую осторожность и господь за это только тебя вот похвалит ну и вот он говорит пойдем в храм поклонимся святой троицы и вот старец паисий проходит в храм там храмы маленькие как бы примыкающие кельи и это вот есть кали вы где и кельи и храм такой ну домовый храм и вот старец паисий он так вот это рассказывает я делаю земной поклон со словами во имя отца и значит святая ефимия повторяя тоже делать земной поклон и произносит во имя отца я говорит дальше произношу и сына то сделаю второй земной поклон она тоненьким голосом тоже повторяя за мной и сына я говорю громче говори чтобы я слышал и она более громко отвечает тоже и сына я начну дальше и святого духа и вот когда она все это произнесла то тогда он уже поклонился ей поцеловал ее стопы и после этого она говорит села на скамеечку а я на сундучок рядом с ней и я вот задал как раз тот вопрос который волновал меня о церкви ну были вот особые переживания там в связи с всякими обстоятельствами с развитием цивилизации и при этом старец паисий он как еще говорил что вот когда она только-только вот зашла я вот почувствовал в душе такое сладостное благодатное ощущение но тем не менее он все равно начал испытывать и вот когда они сели уже да то он задал этот вопрос и она ответила и как бы успокоила его и после этого говорит я спросил идет о ее жизни потому что я ну знал что такая есть мученица но житие ее в общем не помнил может быть не особо читал но или читал давно и не помнил да как собственно говоря и все мы да вот мы слышим что есть такая мученица ефимия а что ее за жизнь и в общем она сама ему стала рассказывать вот к сожалению он не передал вот этой беседы полностью подробно как она описывала через какие мучения она прошла но он так говорит что когда я слышал то просто от меня брал вот ужас от того что она претерпела да какие страдания боль то есть у меня просто говорит сердце замирало того что я слышал и тем более говорит что я видел что она очень хрупкая и нежная то есть если он даже так говорит что если бы это была такая какая-то сильная женщина которая в теле это одно дело а тут непонятно на чем вообще душа держалась то есть очень хрупкая нежная и такая вот а в общем которая казалась совершенно ну слабой такой неустойчивой ну чисто физически и однако же она претерпевает вот самые страшные мучения и он спрашивает как же ты смогла все это вот претерпеть и на это она ему отвечает что вот если бы я тогда знала в какой небесной славе пребывают а те кто вот верны богу да то я бы согласилась бы еще претерпеть да я была бы готова еще больше бы претерпеть лишь бы сподобиться еще больше божественной славы и в общем то беседа была достаточно продолжительной то есть это не просто вот какое-то небольшое такое явление он задал еще несколько вопросов которые его волновали на все вопросы он получил ответы и после этого как он говорит он три дня как раз вот пребывал в такой удивительной духовной радости он только произносил слава тебе боже слава тебе боже и когда вот к нему как раз пришел ученик то он его заставил как старец паисий сидит и радостный восхваляет господа и первым он именно этому ученику рассказала потом дальше старец паисий поехал в сурати и там сестрам монахиням он тоже поведал о этом явлении и как раз он описал как она ему явилась и попросил чтобы они вот так вот написали и образ на иконе да и потом старец даже сам изготовил гравюру потому что он владел разными ремеслами вот на стали он вырезал образ тоже святой ефимии и вот потом эта гравировка она ложилась в общем на дерево и он и вот эти изображения он дарил тем людям которые приходили к нему ну тоже такое утешение как бы напутствие благодатное но он говорит что никак не удавалось когда вот эта гравировка он выполнял да что одну из рук никак не удавалось выполнить и он говорит что вот может быть это мне за то что я слишком долго испытывал святую ефимию да и вот у него и в его письмах в его наставлениях время от времени мы видим что он как бы возвращается именно к святой ефимии всехвальной и он говорил так что вот больше вот из всех святых да как бы ну после божьей матери он более всего чтил как раз святую ефимию всехвальную но может быть именно потому что вот она удостоила его такого особого посещения ну и конечно потому что и в древности она утвердила православие и вообще она отличалась удивительным образом жизни а сама она происходила из халкидона халкидон это предместик константинополя это вторая половина третьего века ну константинополя тогда не было там был гор такое селение византион отсюда византии пошло название византии как на том месте создан был константинополь отсюда как бы византийская империя но халкидон там существовал и вот если вот смотреть именно древние сведения вот к сожалению старец паисий он подробно не описал то весь разговор с великомученицей ефимии но уже от четвертого века есть некоторые свидетельства о ней и что там мы можем почерпнуть то что она была христианкой самого начала и она была знатного рода вообще вот этот ну титул что ли скажем так лик святых великомученики великомучениц он что означает он не только то значит что этот святой или святая претерпели великие мучения да не просто мучение как бы великие мучения и это тоже значит но с древности это относилось к святым знатного рода высокого рода и вот они за христа претерпели страданий поэтому назывались великомучениками и великомученицами отец ее был сенатором по имени филофрон супруга его феодорисиана и судя по всему это была христианская семья а вот ефимия она с детства уже тянулась к господу всей душой чтобы провести жизнь свою в девстве вот это уже в четвертом веке в те кто описывали первые такие вот а географические воспоминания они первые житийные записи и там уже сохраняется что она девство свое решила посвятить господу богу и была вот она совсем юная но мы не знаем сколько точно и было летом 16 17 может быть 18 лет носка примерно вот так да и наступает великое гонение при диоклетиане да то есть это 303 год потом 304 год диоклетиан он считал себя таким как бы восстановителем древних римских обычаев порядков и христианская вера она как бы не вписывалась потому что считалось что она ну понятно да там римскоязыческая империя она базировалась на вере в этих вот всевозможных там богов а боги народов судьбесы как сказано в священном писании да то есть демонические силы они обольщали через вот эту мифологию людей и все эти боги к в мифах они у них все те же самые человеческие страсти да то есть они друг с другом припираются там женятся изменяют друг другу и так далее то все те же самые человеческие страсти соответственно когда у богов страсти то у людей тем более будут страсти и евангелие вот эта чистота христова она была необычным для вот этой римской традиции такой к лжерелигиозной и поэтому когда диоклетиан он хотел восстановить строго римские обычаи то понятно что христова вера она никак в это не вписывалась и он предписывает уничтожать священные книги потом значит уничтожать всех священников в доме и храмы закрывать и богослужение христианское упразднять и это все распространяется по местам и 303 304 год больше считается что святая ефимия она пострадала в 304 году и в халкидоне проконсул то есть поставленный императором особый наместник по имени приск он предписал вот всем явиться для поклонения богу арею бог войны такой воинственный как бы языческий бог и что все должны принести ему жертвоприношение как бы посвящая не только жертвенных животных но в каком-то смысле и свои души этому языческому богу ну и соответственно через это они хотели посмотреть а сколько христиан и кто не почитает римских богов да то есть если не почитаешь римских богов значит и уже как бы против римского государства и христиане они конечно становились в каком-то смысле государственным преступниками подлежали смерти с точки зрения вот этих страшных законов того времени и вот святая ефимия она оказывается в числе других христиан которые прячутся и тайно совершают богослужение в каком-то помещении там причем даже в некоторых описаниях говорится что их было сорок девять таких христиан и она вот среди них и молятся пребывают в духовном делании и вот кто-то на них донес кто-то открыл их место и тогда туда приходят воины посланные вот этим приском они начинают хватать христиан вытаскивать их оттуда ведут на судилище потом кидают их в заключение и около там двадцати дней их всячески пытаются склонить склоните к принесению жертв языческим богам над ними издеваются да их морят голодом их бьют ну и угрожает им конечно грядущий смертью ну как оказалось все они проявляют твердость а все они исповедуют христа и тогда их решают отправлять дальше вот на более высокий как бы суд и при этом что обратили внимание на святую ефимию что вот она действительно как бы выделяется среди них ну такая слабенькая хрупкая девушка то есть наверное легче всего будет ее как бы из их среды извлечь да и обработать одну ее и вот она по-быстренькому там отречется ну хотя бы вот будет одна обратившись в язычество и вот так решили сделать как волк похищает овечку из стада да так вот они думали провести свое вот это страшное дело и берут ее одну и уже пытаются одну ее принудить к отречению от христа и тут вдруг оказывается что внешность может быть обманчивой она казалась слабой хрупкой а внутри вдруг являет удивительную твердость прочность почему потому что она любит господа иисуса христа и любовь выражается в верности и поэтому она настолько вот твердо исповедовал христа что ну хоть что хоть каким мучением там придавайте и в общем-то судя по вот этим сохранившимся житийным описанием действительно были достаточно страшные истязания мы конечно не будем так вот подробно описывать и святой паисий святогорец он тоже не стал все это пересказывать я говорил что просто вот с ужасом слышал через что она прошла но кое-что вот мы все-таки можем привести как некое свидетельство ее любви к богу до верности христу и ну например вот ее привязывают колесу да и колесо начинают вращать над острыми вот этими ножами которые над ней на находит находится и эти ножи начинают разрезать ее тело да и части вот тела разрываются и суставы там тоже раздираются все это описывается и она все равно верна господу она все равно хранит ему верность она не отрекается и после этого да там конечно вот если посмотреть уже сложившиеся географические памятники то что мы читаем что ангел ее укреплял и после вот этого подвига самого первого она получила некое такое даже чудесное исцеление но на этом не испытания не закончились после этого значит ее решили сжечь в огне и раскалили печь но двое из воинов по имени виктор и сосфен они увидели что святую ефимию защищают ограждают ангелы ангелы находятся рядом с этой печью и они вдруг поняли что все их язычество это ложь что сами они служители зла а а святая ефимия она поддерживается божественной и ангельской силы и вот эти двое воинов виктор и сосфен отказались выполнять приказание мучителя и их конечно же тоже схватили и в общем так вот появляется еще двое мучеников да из числа мучителей те которые вроде должны были ее казнить они сами становятся христианами исповедуют господа и принимают страдания и в общем мученическую смерть за имя господа иисуса христа и мучитель приказал другим воинам чтобы они бросили святую ефимию в эту печь чтобы огонь коснулся ее тела и вообще вот когда читаем и житие святых мучеников и исследуем то что ну исторически вот относится к ним и как бы видим здесь две составляющие с одной стороны это просто какие-то неописуемые жуткие истязания которые придумывает человеческое воображение да вот испорченное дьяволом человеческое воображение для того чтобы как бы доставить как можно больше более другому человеку ну который вот иначе верят нежели вот эти язычники но с другой стороны есть как бы вторая сторона это то что господь укрепляет своих мучеников господь не оставляет их и даже вот опытного мучеников двадцатого века он о чем свидетельствует что вот те кто проходили через застенки вот эти лагеря до всевозможных истязаний что именно там присутствие божие чувствовалось наиболее явно именно когда ты вот тоже входишь на свою голгофу по образу христа то это значит что и христос он тоже вместе с тобой и проведет тебя тоже к воскресению он не даст тебе погибнуть в этих муках и страданиях и вот а святая ефиме она в этом огне не погибла господь сохранил ее и там конечно повторим было много всевозможных истязаний вот уже в четвертом веке была написана икона где изображались в том числе и орудия пыток вот святой ефиме всехвальный это описывает святитель астерий амасийский который первое такое похвальное слово написал уже в четвертом веке в честь святой ефиме это то же самое столетие когда святая ефиме окончила свой жизненный путь и там описываются например среди орудий пыток молот а еще бурав а бурав это что орудие для сверления вот представьте себе да что они делали действительно истязания были страшны но господь ее сохранял тело конечно наше тело не бессмертно тленно она подвержена всевозможным вот этим разрушительным действием но господь через это может провести и спасти подать необычайную божественную духовную славу и святая ефиме ныне вот с небесного мира в виде нас она конечно подает благодатную помощь тем кто к ней обращается то есть она приобщилась просто вот удивительных божественных даров да а вот когда она и терпела эти страдания там например были еще так такие тоже муки что я бросили вров наполнены змеями всевозможными там ехидными какими-то гадами земные ну представьте допустим скорпионов пауков и вот юную девушку и туда бросают в это страшное логово какое-то и но и через это она тоже проходит а почему потому что она понимаете вот своим сердцем с богом когда ты сердцем с богом то какие-то вот страхи внешние они становятся как бы ну действительно вне тебя потому что если господь он в тебе то то что снаружи тебя она не может причинить тебе всесокрушающего вреда и святая эфиме которая жила во христе да и схранила жизнь во христе она вместе со христом смогла претерпеть эти жуткие страдания ну и когда вот ее уже подвиг мученический подходил к своему завершению и она молилась о том то там как раз вот ее повели уже на растерзание к зверям вот но звери как мы читаем они в общем-то не бросались на нее наоборот и лизали ей ноги и вот только одна медведица но тут конечно тоже по промыслу божия она причинила ей небольшую рану на ноге и кровь потекла нею и святая эфиме придает дух свой господу то есть все совершается вот в некий вот час промысла божия и нам это бывает неведомо непонятно почему именно так но господь своих страдальцев до тех кто исповедует его он их увенчивает просто бессмертный непонятный нам земным непонятные неописуемой светоносной славы в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир так говорит господь он сам прошел через крест через страдания голгофу но явил воскресенье победу над смертью и это воскресенье это святоносную славу он подает своим причастникам а таковой как раз являлась святая ефиме что еще известно то что вот ее тело брошенное язычниками это тело находит родители и и и они похоронили рядом с городом ее тело и потом вот у этого места как раз и был построен величественный храм и со временем а мощи ее были перенесены именно в этот храм и там в особой гробнице ну рака такой вот изготовлены было и там положены были и святые мощи как раз вот напротив них и была вот эта икона где изображалась святая великомученица ефимия и страдание которое она претерпела и многие люди стали получать чудеса и вот древний историк и вагрис холастик он это подробно описывал как святая ефиме она являлась некоторым благочестивым христианом призывал их приходить в ее храм собирать духовные плоды и тогда что они где там сложилась такая вот традиция что открывалась отверстие в этой гробнице и туда опускался пруд на конце которого материя и вот это вот материя она наполнялась благоухающей кровью то хотя прошло уже очень много времени да а то есть это как пример такого мироточения мира похожие на кровь и при этом благоухающие там даже опускалась не материя как бы губка вот на этом пруте да и потом с нее выжималась и вот пузырьки поэтому наполнялись таким благоводным миром и вот многие люди от этого мира получали исцеление она раздавалась в пузырьках тем кому было необходимо и там был даже такой немножко ну курьезный тоже случай что император император маврики в конце шестого века он решил вдруг ну как-то недоверие какое-то ну как это так вот там и к и кровь какая-то и какие-то чудеса рационалистически к этому отнес и и он решил все это исследовать и когда он приехал прибыл в этот храм в халкидоне то неожиданно крови стало еще больше вот исходить от святых мощей вот это мира благоухающий и весь храм наполнился блага благовониям таким что император маврики он раскаялся в своем пожелании ну понял что тут как господь через святую угодницу он преизобильно являет свои дары и он признал что это действительно чудо божие и со временем сам этот храм стал называться храмом или базилика ефимии всехвальный и поскольку там было очень много чудес да то люди постоянно туда приезжали и вот когда пришло время созывать 4 вселенский собор 451 год то решено было именно там в этой базилики недалеко от мощей святой ефимии всехвальный проводить вот эти соборные совещания мы не будем подробно описывать ну четвертый вселенский собор из-за монофизитской ереси там значит два было родоначальника это константинопольский архимандрит ефтихий и его поддерживал александрийский предстоятель диаскор которые считали что ну как бы во христе преобладающая божественная природа да вот а мы православно исповедуем что христос в двух естествах божественно-человеческая которая не слитно неизменно неразлучно не 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 раздельно пребывает в едином лице господа нашего иисуса христа но так в то время были достаточно такие жаркие споры противостояния и какое-то время даже гонение на православных вот и в четыре уже в 451 году в халкидоне как раз вот храме святой ефимия провели вот этот собор да который знаменовал победу над монофизитством и там было вот такое чудо явлено когда во время вот этих вот споров ну решили провести некое испытание духовное поскольку и монофизиты они тоже как бы почитали святую ефимию то решили написать исповедание это и православные свое исповедание написали в свитке монофизиты свое исповедание и положили в гробницу к святой ефимия запечатали все это да и три дня молились а потом когда открыли то что увидели то что свиток монофизитов он находился в ногах у святой ефимии а свиток православного исповедания он находился в руках святой ефимии то есть она вот держа держит именно православное исповедание монофизитское попирает и когда предстоятель подошел к нету она сама протянула ему этот свиток свиток православного исповедания он принял тем самым наглядным образом святая ефимия показала что именно в православном исповедании христа в двух естествах заключается подлинная истина и так и так вот чудесным образом явлена была победа это чудо ефимия всех вальны и она даже включена в церковный календарь и вот братья сестры мы видим что святая ефимия хотя она жила очень немного да ну 16 17 лет но всецело была посвящена господа вот она претерпела какие-то вот да вот и жуткие в общем-то страдания но зато ведь она же остается живой на самом деле она же это мертвые тик кто мертвые те кто посвятили себя греху кто в обнимку с дьяволом кто в страстях всевозможных в злобе в ненависти кто истязает других и куда они делись вот эти гонители мучители подвергавшие ее страшным вот этим казнем мы должны уже и толком-то их и не помнить никто не знает а святая ефимия про нее вспоминают к ней обращаются в молитвах и она являет свою помощь потому что она живая она действительно живая она на небесах и поэтому она и преподобному паисию святогорцу тоже явилась как бы благословляя его да отвечая на некоторые его вопросы то есть временные страдания они совершенно ничто перед вечной божественной славы которые от господа подается верным ему конечно история вот связана с самими мощами святой ефиме она тоже достаточно обширная объемная такая и во время коноборчества пытались там уничтожить и выбрасывали в море а там два моряка увидели думали ну вначале что это может быть ящик с какими-то сокровищами а там обретают благоухающие мощи потом вот они молятся думают кому принадлежат мощи прибывают на остров лимнос там где как раз мощи святой мученицы гликерии вот молится ей и она как раз вот является мученицей гликерии и упоминает имя ефимии вот благодарит моряков спасших эти мощи в общем длительная такая была история связана со святыми мощами потом они возвращаются в константинополь и как мы не знаем уже там они пребывают но самое главное что это то что вот мы даже не представляем какая оказывается обширная и богатая и чудесная и удивительная жизнь на небесах святых людей то есть вот то что у нас на земле это просто какой-то вот ну такой фрагмент такой сероватый вот мы живем в очень узких таких вот рамках временных и мы даже не знаем сколько прекрасных святых угодников божьих и угодниц божьих таких как ефимия всехвали сколько их на небесах да и они именно они живее чем мы живущие здесь на земле вот они в божественной славе они молятся о нас вот а мы про них плохо помним мы их плохо знаем мы не часто вы берем в руки их жития редко и молимся и конечно в этом смысле вот как бы проявляется наша такая вот духовная скудность а в каком-то смысле надо конечно подражать вот тому усердию которое было у преподобного паисе святогорца он каждый день молился тем святым вот память которых именно в этот день празднуется даже когда он там допустим был в пути и не мог открыть он говорил так святые дня молите бога о нас не мог открыть календарь да вы если не знал каких-то все равно молился святые дня молите бога о нас ну в по-простому конечно а мы-то всегда можем увидеть открыть календарь да в интернете узнать чья память празднуется и таким вот угодником божием как святая ефимия всехвальная молиться уж она действительно всехвальная достойной всякой похвалы но похвала ее не от людей она от господа и благодать которая стяжала вот эту угодница божия она просто удивительно так что помолимся ей чтобы она своим благословением и нас тоже наделила чтобы мы вот как и преподобный паисе святогорец также были благодарны и не забывали ей молиться и конечно же старались почаще читать и вспоминать жития святых святая великомученица ефимия всехвальная моли бога о нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео